всем привет вы на канале семейка т мы находимся с вами возле нашего пруда на участке к нам пришла весна лед на пруду полностью растаял я сейчас вам расскажу и покажу что случилось прудом какие последствия после зимы но перед этим сделаю небольшую вставочку чтобы улучшить свой контент для вас мы вот как-то стараемся и мы приобрели себе стабилизатор у нас на камере есть электронная стабилизация но вот мы решили приобрести себе трехосевой стабилизатор бюджетный конечно попробовать может с ним контент ну картинка будет получше все-таки со стабилизацией электронный когда выключаешь качество лучше должно быть поэтому сейчас снимаю со стабилизатором и мы посмотрим увидим что там такое может разница конечно не увидим по сравнению с электронной стабилизации но а может и увидим итак поехали лед сошел посмотрите сколько воды на пруду кто смотрит наше видео кто на канале первый раз случайно попал или подписался так вот знаете что из предыдущих видео что уровень пруду упал после зимы упал он потому что по моим предположениям тоже видео есть на канале так как наш пруд находится на одной линии с почищенным большим деревенским прудом вот этот пруд я думаю подсасывает поэтому мы своему пруду чуть-чуть помогли чуть-чуть помогли поднабрали воду чуть-чуть и вот до такого же состояния полностью вот где воду настолько набрался он пришел после того как сошел лед лед сошел вернее лед не сошел лед растаял весь весь лед растаял буквально три дня назад и пруд уже поднабрался воды вот так уже посерьезней я очень рад рад еще чему сейчас расскажу сначала о минусах как а минусах о происшествиях таких небольших так ну вот мы подходим к желобу вот можете кто знает по предыдущем видео здесь стоял желоб вот он здесь такой у меня чтобы не рассыпалась здесь земля но после зимы здесь все-таки обвалилась тоже я чуть-чуть так покопал но не знаю что дальше будет надо будет укреплять посмотрим сейчас копать бессмысленно дальше потому что земля вся сырая и очень тяжело все обваливается да вот этот бережочек не то чтобы обвалился я ему помог обвалиться чтобы он все-таки стал таким плавным под 45 градусов потому что он потихонечку у меня начал все равно обваливаться я его здесь вот так лопатой скосил пускай будет так ходить буду вокруг уже по повыше вот здесь что еще но смотрите какая вода грязная на пруду цвета такого назовем это глиняного такого желтого то серого почему это происходит да происходит потому что обваливаются берега преимущество глины обваливаются с той стороны с этой стороны вот земля и естественно потому что грунтовые воды тоже пруд сходят вот такая грязь на пруду помимо помимо воды еще такая грязь эти не то что ветки вот эта трава вся ее ветром снесло вот отсюда вот этот холмик который оставался вот когда-то от наверно 1 или 2 копки этого пруда я решил привести в порядок здесь чуть-чуть руками как можно сказать серпом походил что можно граблями я убрал остальное ветром унесло в пруд ну естественно мы с пруда это все уберем чистенький сейчас когда вода остается более прозрачный и это мы все уберем все поправим очень рад сразу скажу что конечно прошло три дня всего после того как лед сошел но обошел я весь пруд и не увидел погибшей рыбы ни одной сплывшей погибшей рыбы но еще не факт что нету погибшей рыбы почему потому что рыба может сплыть позже и и где-то может быть там присыпала или где она там за травинку зацепилась какой-нибудь какой-нибудь корешок не знаю за что и вот она может всплыть потом ну или если с раками все в порядке то ради конечно могу могут погибшую рыбу поесть напомню что раки тухлятину не едят а такую свежую как говорится подвяленную погибшую рыбку они могут хорошо поесть вот что еще ну вот можно поэтому берегу посмотреть какой здесь уровень я неоднократно видео последних показывал какой здесь был уровень какой здесь был уровень зимой то есть после зимы здесь вообще глыбы льда были вот переходим мы поднимаемся на другой берег там уже картина похуже и так 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 спускаемся вниз здесь можно видеть такие трещины здесь возможно тоже валяться берег вот этот холм это я тоже нарыл чтобы здесь потому что здесь так сильно все текло я боялся что здесь все вот это вниз сползет вот здесь не сползло а вот здесь вот здесь сползло кто смотрит наши видео знает что здесь была такая дорожка и по ней можно было спокойно обойти вокруг пруда ну а здесь я лето ловил рыбку сидел на этой дорожке вот сейчас все обвалилась оголились корни а вот берег стал такой здесь естественно глубина теперь упала но берег стал такой пологий вот с той стороны пологий стала с этой еще не пологий почему потому что ну пологий вернее стал здесь не обойти до приезда экскаватор мне надо убрать чтобы ходить вокруг не чтобы к скалатуру понятно было мне надо убрать вот эту косу назовем ее так вот эту косу чтобы мне можно было ходить вокруг пруда и экскаватор уже мог чуть не упал лапами своими тоже стать хорошо чтоб понятно было где ему копать здесь работа про из Такая будет тяжелая, лопатами это все назад не покидаешь, надо будет перекидывать через верх, наверх разравнивать, то есть здесь не так-то будет и легко, но здоровье есть, с этим справимся. Так что еще, когда я это сделаю, потом вызову экскаватор, мы всю, весь грунт, который свалился, обсыпался с этого края, будем доставать и вытаскивать, выгребать и делать здесь берега пологими. Это будет первый приезд экскаватора, потом уже по возможности, по финансам, мы уже будем думать о том, как расширять и углублять этот пруд дальше. Если вот этой работой, то есть убрать эту кучу и сделать плавными берегами, с такой работой справится экскаватор, назовем его петушок, в народе называют петушок, то есть просто экскаватор-погрузчик, то с углублением и расширением пруда, я бы сказал, в идеале нужен экскаватор-полноповоротник, такой же, как копал у нас пруд, но посмотрим. Гусеничная это очень дорого, это мне подфартило, а вот, скорее всего, надо будет искать колесным экскаватор, который я с самого начала сюда и планировал. Ну, посмотрим. Нам тут дорогу собираются делать, так что, может быть, и ребята подхалтурят, если у них будет такой экскаватор. Посмотрим, может, с ним удастся договориться. Но это, что будет, то будет. Что еще? Да, кратенько о том, что мы будем рассказывать об этом сезоне. Вообще о полных планах мы сделаем отдельное видео, а кратенькое я вам расскажу, что раз в том году не получилось из-за того, что копали пруд, посмотреть за раками, вернее, как посмотреть, посмотреть, плодятся ли они не плодятся, то в этом году, наверное, это все-таки удастся, так как, посмотрим, если с деньгами у нас будет хватит только на кучу убрать, да здесь берега вот эти сгладить только, то раков мы уже увидим. То есть вода успеет устаканиться, и раков мы увидим, будет у них потомство. Ну, увидим, будет у них потомство или нет, посмотрим. Так, что еще? Ну, естественно, мы порыбачим здесь, посмотрим, как рыба себя чувствует, подросла ли рыба, ну и закидываем верши, вот так. Ну, потом обо всем вот этом я расскажу подробнее. Это пока наметки, я думаю, сопоставлю свои мысли и потом уже расскажу. Вот так. Ну, а пока пруд вот так выглядит. Надеюсь, видео со стабилизатором получится такое неплохое, хотя я не разобрался еще с ним, так что посмотрим. Он должен плавно так за камерой ходить. Вот так пруд. Стабилизатор что-то в сторону поворачивается, ну, как и должен, наверное. Вот такая грязюга мутная. Вот такие берега. Вот такой пруд. Да, кстати, забыл сказать, что я отключил уже компрессор. И, как обещал, в следующих видео, в одном из следующих видео мы уже разберем его и посмотрим, что там внутри с мембранами, как они себя чувствуют за два года. Ну, и посмотрим, ну, и расскажу о его работе, как он себя вел, какие минусы, какие плюсы и свой опыт его использования. Сейчас он отключен. Так, ну что, на этом пока все. Всем пока, удачи и хорошего настроения. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok